Всем привет, друзья! С вами JetPot90 и вы находитесь на канале честных обзорных стримов и бодрых летсплеев. В общем, продолжаем мы рубрику новинки в Steam. Рассматриваем, что там выходит полезного, насколько это вообще может быть интересно нам, как игрокам. Потому что я все-таки тоже игрок, и в первую очередь я делал эту рубрику для себя, и, естественно, делюсь своим мнением и своими знаниями и пониманиями с моими зрителями. Ну а вы, я очень надеюсь, спустя 2-3-5 выпусков смогли найти для себя хотя бы одну интересную игру, которую вы приобрели, и теперь в нее играете, тратя на это свое драгоценное время. В общем, если это так, обязательно пишите в комментариях, чтобы я понимал, что вся моя работа не напрасна. Сегодня 21 выпуск, мы, как всегда, если вы заметили, поменяли обложечку, да, она теперь выглядит еще по-новому. В общем, это такая фишка у нас будет у выпусков. Мы будем каждые 10 выпусков немножечко менять обложечку для того, чтобы все-таки визуально одно от другого отличалось. Ну а сегодня будем исследовать нашу замечательную платформу, просто великолепную платформу Steam. Смотреть, что она предлагает нам, появилось ли что-то реально интересное, или мы опять посмотрим, поругаемся, скажем, что все это шлак, и можно будет это отправлять, ну, мягко говоря, в помойку, если это вообще возможно. Подписывайтесь на мой твич и ютуб канал, и, ребяточки, на ютубе нажимайте колокольчик, чтобы получать оповещение обо всех новых видео. И, естественно, вступайте в мою официальную группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании под этим видео. Ну а я приступаю, дабы не тратить ваше время. Итак, заглядываем в раздел новинки в обзоре категории, не забывайте об этом, пожалуйста. И, естественно, переходим в раздел новинки и здесь, и захватываем все новинки. Ну и прежде чем я окончательно уже приступлю ко всему, ребята, у меня запустилась группа на платформе Steam, да, так почему-то вот не хочет он нас пускать. Ну, ладно, с этим разберемся, в общем-то, еще хотел сказать, что запустил группу в платформе Steam, на которую можно будет подписываться, но почему-то вот он не хочет ее сейчас открывать, я не знаю, с чем это связано. Давайте, может быть, еще раз попробуем, что по запросу сообщества Steam, группы Valve... Нет, не то. Это очень странно. Это очень-очень странно, потому что группы-то числятся все-таки, да, вот они. А, вот, открыл, отлично. Да, глюки вообще жесткие. В общем, вот так вот группа выглядит. Она прям вот совсем-совсем новая, я ее сделал только сегодня утром, поэтому, кто хочет, присоединяйтесь, постепенно будем ее наполнять. Я здесь размещу все обзоры, какие я делал на разные игровые проекты. Здесь будут обсуждения, здесь же вы сможете, благодаря нашей группе, а я надеюсь, мы начнем курировать разные проекты, выбирать для себя хорошие игрушки. Найти нас легко, просто либо по нику меня вбивайте, находите мою группу официально на платформе Steam, либо можете по адресу, если кому-то надо, что... Хотя вряд ли вы его запомните, но, в общем, ссылочка в любом случае будет в описании. Все, сказал, что хотел, теперь можно начать уже обсуждать игры. Итак, первая игрушечка сегодняшнего дня это New Frontier Days Founding Pioneers, да? Или Pioneers, наверное. Да, что это такое? Какая крутая игра, бог ты мой. Первая игра сегодняшнего дня уже сходу нас радует. Вы посмотрите, какая графика. Вы посмотрите, какой дизайн локации. Это же нечто просто. Тексты, невероятный элемент симуляции реальной жизни и RPG. Я сейчас с лечо угораю, на самом деле, не надо мне верить на слово, просто это совсем бред. Разработчики заявляют, что это симулятор, и, естественно, русского языка в наличии нет. Игра для одного человека, цены на данный момент нет, хотя написано, что она сегодня выходит на платформе. Ну, что я могу сказать, ребят, ну, это капец. В очередной раз, в очередной раз один и тот же капец. New Frontier Days Founding Pioneers. Моя оценочка шлак, друзья. Далее у нас игра под названием Trojan Inc. Что это такое? Это симулятор, который погрузит вас в мир компьютерных вирусов и троянов. Да, что-то, что-то может быть интересное, серьезно? Или... Давайте посмотрим промку. Я не против, на самом деле. Всякие симуляторы и прочее. Счастье, иногда это выглядит здорово. И, ну... Я люблю платформу Steam. Я не ругаюсь. Я люблю платформу Steam. Я люблю платформу Steam. Я смотрю, в последнее время пошла мания. Вместо игр, в которых вы защищаете от вредоносных атак, угроз и прочего. Пошла мания делать игры, в которых, наоборот, цель как раз инфицировать, заразить, поразить максимум и уничтожить людей, человечество, планету. Очень странная тенденция, если честно, к саморазрушению. С одной стороны, это вроде как игра, но чувство у меня такое, что есть какой-то заговор в этом. Я шучу, конечно, ребят, никакого заговора. Троян Инкс, судя по всему, задача игрока здесь будет создавать свой Троян и умудряться распространять его более чем в 65 стран по всему миру. Следовательно, вы играете роль злостного вируса писателя и будете таким образом пытаться уничтожать компьютеры людей. Разработчики заявляют, что это инди-симуляторы стратегии. На удивление, и, наверное, это радует, в наличии есть русский язык, английский и испанский. Самое главное, что русский. Игра для одного человека и стоимость игры всего 150 рублей. Если честно, вот мне очень нравится тематика и выполнено все простенько, приятненько. Да, конечно же, здесь нет какой-то крутой графики, и, к сожалению, этим игрой не может похвастаться. Но, а как похвастаться крутой графикой, если ваша задача просто писать вирус и распространять его. Причем даже не писать, а там просто выбираете три ячейки, три пункта, какой будет у вас вирус. Даете ему имя, а дальше, по всей видимости, это что-то вроде экономического симулятора, только это симулятор распространения вируса по всей планете. В общем, не уверен я на 100%, но визуально все выглядит просто и симпатично. При этом стоимость не кусается. Мне кажется, что 150 рублей за игру, это абсолютно приемлемая цена. Самое главное, чтобы здесь геймплей было хотя бы часа на 4, как минимум, лучше вообще часов на 10. Тогда столь простой визуальный ряд, да, он будет достоин того, чтобы его приобрести. В общем, моя оценочка Троян Инк туда-сюда. Я считаю, что неплохо сделано визуально. Я не могу сказать, что это прям годнотища, потому что надо для этого поиграть. Но на мусор не смахивает, так что это, скорее всего, не шлаковая игра, а вполне себе достойный внимания игровой продукт. В общем, Троян Инк, друзья. Туда-сюда оценочка. Далее идем. Две DLC-шки вышло и Exile to Death. Кстати говоря, у нас уже была эта игра в обзоре, мы ее рассматривали. И почему-то она вот опять появилась, только не ясно почему. Вот написано, что она в мае выходила. И да, мы ее уже анализировали, я точно помню. И вот снова эта же игра. Это очень любопытно. Я не знаю, почему так. При этом ничего не изменилось, судя по всему. Схоже с тем, во что вы играли. Что это такое? Unreal Heroes? Да. Что такое? 30 апреля, недавние обновления, информации нет. Короче, походу, в очередной раз Steam нас радует и глючит по какой-то причине. Но я уже не удивляюсь, Steam на то и Steam. Далее DLC-шечка и Crimson Earth. Кстати говоря, тоже она у нас уже вроде как была. Но вот я сейчас не вспомню точно. Но давайте, если вдруг я ошибаюсь, давайте посмотрим промо-ролик. Потому что могу быть неправ. Нет, все-таки она вроде бы как бы у нас была. Я вот сейчас не скажу точно, но по-моему у нас была эта игра в обзоре. Потому что очень знакомый геймплей. Либо опять в очередной раз у меня все ролики в голове перемешались. Либо по какой-то причине она... Ее может быть... Как это? Публикация, да? Релиз был перенесен на 7 июня. По крайней мере, дата стоит сегодняшняя. Разработчики заявляют, что это экшен. Ну, по видеоролику и так это все понятно. Русского языка, к сожалению, в наличии нет. Игра для одного человека. И благо есть мультиплеер по сети. Стоимости игры пока нет. Но я могу сразу сказать, что... Ну, это трешак зомбовой. И так, это понятно. Зомби-апокалипсис, как всегда, все умирают. Надо спасти планету. Но вроде бы, если промо-ролик не врет, игра очень даже динамичная. Связанная с уничтожением реально гигантских орд нежити. Мне кажется, было бы интересно как минимум 1-2 раза зарубиться в нее. Ну, то есть, для обзора должна игра зайти. Дабы понять, есть ли в ней хотя бы... Графики тут, судя по визуальному ряду. Да, графика здесь вообще такая, достаточно примитивненькая. Если солдаты нарисованы неплохо, то есть, явно купленные ассеты в магазине где-то уже готовые, то вот зомбаки какие-то реально кривые, отвратительно выглядят и ходят как... Я не знаю что. Собственно, про анимации я вовсе молчу. В общем, я поставлю оценочку Crimson Earth. Оценку туда-сюда. Ближе, наверное, все-таки к шлаку. Но игра, мне кажется, достойна того, чтобы попытать счастье и сделать обзор. И для начала нужно узнать, правда, цену. Мы этого не знаем. Я не буду добавлять ее в список желаемого. Если она мне попадется еще раз под руку и будет приемлемая сумма, то проведу тогда обзор по ней. Если нет, ну нет, значит нет. В общем, Crimson Earth, друзья, моя оценочка туда-сюда, ближе к шлаку. Надо тестировать, главное, чтобы была динамика. У нас еще одна демка появилась. Я смотрю, Ninja Avenger Dragon... Dragon's Blade. Давайте посмотрим, что это такое. Блин, как меня достали эти постоянные... Введите, не слишком ли вы маленький для этой игры. Steam, запомни уже, блин, сколько мне лет и какой у меня возраст указано на стройках. Ну что, какой-то тупой-то. Что это такое? Это какой-то самурайско-ниндзюцный экшен, да, скорее всего. Правда, выглядит очень плохо. Вот, судя по этой картинке, он прям совсем печальный. Ну, давайте посмотрим промо-ролик. Я не против, но мне почему-то кажется, что ждет нас серьезное разочарование. Субтитры сделал DimaTorzok все сейчас, точно так же, как и я, судя по визуальному ряду этой игры, смогли уже понять, да, что это такое. Игра 2017 года датируется, но при этом сама по себе игра выглядит как начало 2000-х. То есть там 2003-2005, вот откуда-то оттуда. Ну, хотя ладно, может быть я чуть-чуть преувеличу. Хорошо, 2007-й. Ладно, вот. Но я сильно сомневаюсь, что 2007-й, потому что даже игры спин-оффы серии UFO выглядели лучше, а это игры 2001-го, 2003-го, 2005-го. Здесь все выглядит намного хуже. В общем, я не вижу смысла в этой игре никакого, ребят. Разработчики заявляют, что это экшен, приключения, инди и RPG. Русского в наличии нет, есть только английский, игра для одного человека. Стоимость игры 261 рубль, скидка 25%, без скидки 349, да? Да, 349 рублей. Честно, вообще не вижу смысла ее покупать. Игра, ну, мягко говоря, плохая. Визуально. Мне совершенно не нравится. Ну, а судя по физике, как он там дрался, там все очень условно. В общем, Ninja Avenger Dragon Blade, друзья, как по мне, оценочка шлак. Продолжаем веселиться, смотрим, что еще интересного. У нас две VR-игрушечки вышло и Wisdom of War. Да что такое? Что сегодня происходит? То ли со Steam'ом сегодня глюки какие-то. Что за... Запустился? Я не знаю, ребят, что это такое. Ладно. Давайте смотреть, пока работает. Wisdom of War. Очень крутая игрушка выглядит. Очень прям... Очень крутая игра, судя по всему. Разработчики явно приложились к тому, чтобы сделать качественный, динамичный сюжет. И это выглядит реально ужасно, друзья. Они заявляют, разработчики, что это инди, симулятор и стратегия. Русского в наличии нет. Игра для одного человека. Стоимость игры 189 рублей. 189 рублей. Да. В общем, Wisdom of War, друзья, как по мне, это оценочка шлак. Не вижу смысла даже ее устанавливать или кому-то рекомендовать. Дальше у нас две видюшки идет, две DLC-шки и еще одна игра под названием From Shadows. Давайте посмотрим, что это такое. Еще один платформер. Но так как меня часто обвиняют, что я типа предвзят наш к платформерам. Окей, давайте посмотрим промо-ролик платформера. Не вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, по скриншотам я на секунду подумал, что может быть в этой игре есть что-то действительно интересное. Но, к моему большому разочарованию, механика тут вообще топорная. Персонаж дерется как примитивное убогое 2D существо. Собственно, это и есть 2D экшен с элементами платформера. Не знаю, кому что, друзья. Давайте посмотрим, что разработчики заявляют. Это экшен и инди. Ну, понятно. Русского языка в наличии нет. Зато есть кооператив. Вот кто хочет играть на одном компе в кооперативе, пожалуйста. Цены пока что нет. Моя оценочка, друзья, From Shadows. Моя оценочка, шлак. Я в это играть бы не стал. Советовать бы никому это не стал. Давайте смотреть, что еще нового у нас интересного. Так, Iron Defense. Тут у нас почему-то разделение. У меня есть чувство, что это игра и для VR, и без VR. Или нет? Или я не прав? Да, я не прав. Какое-то странное разделение. Ну, ладно. Я все пытаюсь научиться понимать вот эти вот логотипы, когда здесь есть некоторые игры, позволяющие играть как с помощью шлема виртуальной реальности, так и без него. Но тут вот я ошибся. The Hunt игрушечка. Кстати говоря, она у нас вчера была в обзоре. И почему-то она опять здесь появилась. Зачем? Из-за чего? Ну, мы ее уже рассматривали, ребят. Я думаю, нет смысла дважды оценивать одну и ту же игру. Тем более, попавшую поочередно в два обзора. Дальше у нас идет DLC-шка и Battles Loss 2025. The Great Pizza Wars. Да серьезно, что ли? Ну-ка, давайте посмотрим скриншоты, потому что название уже говорит, что это что-то страшное, убогое и отвратительное. Ну, собственно, скриншоты это подтверждают. Я не знаю. Ну, вам, может быть, ребят, кому-то это понравится. Я ни в коем случае ничьи вкусы не умоляю. Но, как по мне, оно того не стоит. Тем более, за 350 рублей вот эту херь покупать. И, извините, но нет. Короче, Battles Loss 2025. The Great Pizza Wars. Шлак? Друзья, это что-то можно другое поставить? Мне кажется, нет. Здесь идет видосик. И Канариум. Новая игрушка, видимо, да? Что это такое? Леднящая душа игра по мотивам захватывающей истории. И в ней четверо ученых пытаются постичь то, что считается абсолютной гранью возможного. Давайте заценим промо-ролик. Я люблю такие штучки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Глюки были. Вот кто-то из монахов или что это за существа такие? А рация есть в наличии. Ну, это, в общем, адвенчура какая-то, да? С элементами хоррора и мистики. Посмотрим второй ролик быстренько. Может быть, в нем есть геймплей? Случайно, вдруг запихнули. Да, слушайте, а судя по всему, он тут есть. Давайте посмотрим, потому что у меня неоднозначная оценка того, что я увидел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, это же инди, ну что вы хотите? Тем более, я неоднократно видел комментарии некоторых зрителей, которые говорят Ну, это же инди, джет, ну что ты от них хочешь? Ребята, это не оправдание. Это вообще такого жанра даже игрового нет. Вы должны понять, что инди-студия это просто студия, которая своими силами, без крупных бюджетов пытается сделать игру. Это не значит, что они имеют право делать говно, ну простите меня. Вот то же самое касается жанра приключенческих игр. Почему все подряд запихивается в жанр приключенческих игр? Где вы это видели, что все подряд это приключение? Перестаньте, вы что? Тут четко видно, прослеживается по промо-ролику, что это хоррор полноценный, интересный, наверное, даже. Потому что вроде как сюжетная линия мистическая, связанная там с духами, с демонами, кто здесь... В общем, это интересно, но почему это отнесли к приключениям, меня это бесит. Ладно. 8 языков в наличии, благо русский тоже присутствует. Большое спасибо разработчикам. Игра для одного человека, ну кто бы сомневался, что здесь не будет мультиплеера. Стоимость игры, правда, у нее слабенькая. 679 рублей со скидкой 15%. Без скидки стоимость игры 799 рублей. То есть за такие деньги эта игра должна быть лучше, чем Little Nightmare, последняя игрушка, которая вышла. И если учесть, что Little Nightmare получил гигантские, просто гигантско положительные отзывы, эта игра должна быть еще круче, потому что она дороже, блин, и она не может быть хуже. Ну, я не могу, конечно, оценить на 100%, сколько эта игра хороша или плоха. Но по промо-ролику мне понравилось, как это выглядит, и я понял, что это ужастик, и меня даже немножко цепануло. Я поставлю оценочку туда-сюда ближе к годноте. Не настолько меня эта игра зацепила, чтобы я прям был в шоке от восторга, да, но мне стало интересно, я хочу ее попробовать. Я добавлю ее себе в список желаемого тоже. Постараюсь найти к ней либо ключик, либо, может быть, дождаться скидки, потом приобрести и сделать по ней как минимум игровой обзор. Я все пытаюсь найти хорошие ужастики у себя на каналах, разместить и, может, даже поиграть. Пока мне это почти не удавалось, всего пару игр толковых было. В общем, Канариум, друзья, моя оценочка туда-сюда, ближе к годноте. Я лично это с удовольствием бы порекомендовал, но надо тестировать, не забывайте. Идем далее. У нас с вами три DLC-шечки. Перепрыгиваем. И игрушка Кладун. Да, Кладун ведь правильно? Да, Кладун. Нет, Кладун. Да, Кладун. Returns. This is Sengoku. О, я, да, я. После слова Sengoku уже не хотел открывать, но было поздно. Ну, вы все увидели, да. Вот такая игра. Вот по скриншотам, мне кажется, абсолютно все ясно. Стоимость игры. Вот смотрите, стоимость игры 700 рублей. Серьезно, вот вы будете покупать вот это после предыдущей игры? Та игра стоит 700 рублей. Со скидки сейчас без скидки 800. И вот эта игра стоит 700 рублей. Вот серьезно, вы вот это будете покупать за 700 рублей? Цены одинаковые. А игры вообще небо и земля. Та по качеству рисовки похожа более-менее на неплохую работу, да. Там хорошая картинка. Ну, правда, там как-то странно нарисованы были призраки. Были сомнения, почему я не поставил ценку к годнота. Но вот тут сомнений нет, это же шлак. Это же выглядит как олдскул, древний. Цена этой работы, опять-таки, в пределах 100 рублей. Но почему 700? Вы не охренели разработчики, нет? Да, и русского языка еще в наличии, нет. Ох, друзья мои. Кладом Ретернс, this is Sengoku. Я ставлю оценочку шлак, только за то, какая цена и какая картинка. Дальше у нас DLC-шечка идет. И еще одна игра. The Island of Eternal Struggle. Да, Struggle. Или Struggle. Ха-ха, блин. The Island of Eternal Struggle. Еще одна замечательная игра. Из-за разряда нам было лень делать, поэтому мы скачали взломанный RPG Maker и набацались новую игрушку. И продаем ее, дайте угадаю, наверное, рублей за 400. Почти, за 250, долбануться, я почти угадал. Русского языка в наличии нет, игра для одного человека. Ребят, ну вот, видя то, что я здесь вижу, я не буду рекомендовать никому это за такие деньги. Вы уж простите меня, я понимаю, что есть фанаты RPG Maker, есть фанаты таких игр. Ребят, но стоимость таких игр в пределах 100 рублей. Потому что это все устаревшее говно. Это нельзя продавать за большие деньги. The Island of Eternal Struggle. Моя оценочка шлак. Так, у нас идет дальше DLC-шка. И по спорту The Sturbing Artist. Что это такое? Вам предстоит оказаться в роли начинающего французского художника, который за всех сил пытается разобраться в удивительно запутанном и многогранном мире искусства. Да, что-то как-то я не уверен. Ну, хотя выглядит не так страшно. Давайте попробуем. Давайте попробуем заценить промо-ролик, ребят. Продолжение следует... Ну, я не знаю, как насчет взрослых. Я не скажу, что взрослым это может зайти. Хотя я не стану утверждать относительно людей, которые реально любят рисовать. Может быть, для них это, кстати, будет в тему. Потому что, судя по всему, это эдакая не просто игра, но игра с возможностью рисовать в реальном времени. Что в какой-то степени является даже программой. Здесь, конечно, все это реализовано. Видите, так вот больше с юмором сделано. Но это будет круто, если здесь можно вот то, что вы видите, рисовать реально. То есть вот как ты нарисовал, так и получилось. Я надеюсь, что здесь так оно и есть. Почему? Потому что это отлично подойдет для детей. Это прекрасная раскраска, в которой вы параллельно как бы даете возможность ребенку еще и играться. То есть он не только рисует рисунок, да, картинку какую-то себе малюет. Но при этом это может зайти в игре. Если, например, там, я так понял, здесь по тематикам разбиты, судя по разным локациям. Там где-то были панки какие-то, да, где-то был музей во Франции, что-то еще такое было. То есть каждый раз разная тематика, и вы можете, например, ребенку давать задание. Например, сегодня у тебя локация какая? Там камни, город разрушенный. Вот нарисую, как ты себе представляешь. Старый разрушенный город, например, да. И вот ребенок нарисует, зайдет, не зайдет в игре. Интересно. Или, например, сказать ему, как ты представляешь себе Францию. Булочки, там, не знаю, лягушек, да. Ну все, что вот ассоциативно. Только самое простое. Пожалуйста, не усложняйте. Дети не могут, точнее, не понять ваших сложных мыслительных процессов, связанных с вашими личными воспоминаниями относительно того или иного места. Я считаю, что для детей подобная игрулька, она просто прекрасна, вообще идеальна. Но, по большей части, она для взрослых тоже может зайти. На разработчике заявляют, что это казуалка Индии-симулятор. В наличии 11 языков, включая русский. Спасибо большое за русский язык. Игра для одного человека. И стоимость игры 211 рублей всего лишь. При том, что это со скидки 15%, без скидки 249 рублей. Как мне кажется, ребята, игра стоит того, чтобы потратить на нее время. Потому что, блин, я еще раз повторюсь, что вот визуально, мне кажется, визуально она идеально подойдет детям. Очень круто. Это будет хорошо развивать отношение ребенка к искусству. А значит, у ребенка может появиться творческое воображение. Это очень крутая тема. Естественно, самое главное, не перебарщивать с этим, не давить на него. А здесь дети должны именно получать удовольствие от происходящего. Они могут намалякать что угодно. И если они намалякали это в тему, это может зайти, это может понравиться. И в игре, например, они эту картину продадут. То есть, это еще и немножко экономический склад ума. Ладно, я очень долго разжевываю это, потому что я лично сейчас восхищен идеей этой игры. Мне нравится, и я считаю, что это крутой проект. Надо таких игр делать больше. Пусть они будут даже в таком виде, в каком мы их сейчас увидели. Это, конечно же, не графика уровня ААА. Это вообще, собственно, не какой-то современный креативный визуальный ряд. Но при этом игра выглядит отлично для детского воображения. По спорту The Starving Artist. Моя оценочка, точнее, ну, я хотел сказать, годнота. Да, ну пусть будет моя оценочка туда-сюда ближе к годноте. Если вы ребенок или подросток. Но для взрослых вполне вероятно зайдет точно так же. Продолжаем. У нас еще игрушечка The Elder Scrolls Online Morrowind. Вот опять, да, вот опять из этой серии пошло, да. Игры серии The Elder Scrolls Online. То, что я с большим трудом выговариваю. Хотя у меня нет сложности с тем, чтобы это прочитать. То, когда ты начинаешь говорить это быстро и при этом невнимательно, то, мягко говоря, офигеваешь. Кстати говоря, это дополнение, судя по всему, Morrowind. Потому что я не вижу, да, здесь отдельного игрового проекта. Написано, что это комплект. Вы можете его купить и заработать на этом. Почему-то это не отмечено как DLC. И это очень странно. Это отмечено как полноценная якобы игра. Это очень странно. Вот, наверное, она игра, да. Но она вышла 4 апреля. А нам предлагают, судя по всему, именно дополнение Morrowind. Которое, да, вышло 22 мая совсем недавно. Но давайте заценим, что это за дополнение. Как оно выглядит. Раз оно свежее, может быть, кому-то понравится. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Типа поэтому Убирай себя из экрана Когда я написал Что вы можете Отписаться от моего канала И просто больше Не смотреть мои страшные видео Мне сказали Как ты агрессивно Реагируешь на критику Очень странно Как я должен реагировать На критику Человеку Который пишет Что ему неприятно Смотреть на моё лицо Появляющееся на экране Наверное Я должен был Обрадоваться И сказать Ура И убрать Своё лицо Со всех Стримов Странные люди Иногда попадаются И даже попадаются чем через час. У нас сегодня рубрика «Новости Игростроя». Сегодня мы рассмотрим два последних дайджеста игрового проекта «Геном». При этом попробуем понять, нам сказали что-то новое или нам опять ничего нового не сказали, как это любят делать компания Niren Hayes. А вечером вас ожидает первый стрим прохождения игры The Surge, который мне безумно понравился, когда я делал обзор. Поэтому сегодня мы будем ее играть, будем ее пользоваться и надеюсь, что вам это понравится. В общем, присоединяйтесь к моему каналу. Через час двадцать будем обсуждать «Новости Игростроя». С вами был JetPot90. Пока!